Дамы и господа! Само слово секретность противоречит свободному и открытому обществу, и мы, как народ, исторически и по своей сути, находимся в противостоянии секретным обществам, тайным орденам и закрытым собраниям. Давным-давно мы решили, что опасности чрезмерного и незаконного утаивания, относящихся к делу фактов, многократно перевешают опасности, на которые они ссылаются, дабы оправдать это. Даже сегодня есть небольшой смысл в противостоянии угрозе, которую представляют тайные общества посредством копирования их произвольных ограничений. Даже сегодня есть небольшой смысл в гарантировании выживания нашей нации, если наши традиции не выживут вместе с ними. И есть очень серьезная опасность, которая нуждается в огласке для большей безопасности, которой воспользуются те, кто сильно желает расширить ее значение до границы официальной цензуры и утаивания. Это то, чему я не собираюсь позволять расти. Это на моем контроле. И ни один служащий в моей администрации, высокого ли он или низкого ранга, гражданский или военный, не должен интерпретировать мои слова сегодня вечером, как повод, чтобы подвергать цензуре новости, для подавления диссидентов, чтобы прятать наши ошибки или утаивать от прессы и публики факты, которые они заслуживают знать. Мы противостоим по всему миру монолитному и беспощадному тайному заговору, где полагаются, прежде всего, на скрытые средства для расширения своей сферы влияния, на инфильтрацию вместо вторжения, на низвержение вместо выборов, на запугивание вместо свободного выбора, на террористов ночи вместо армии дня. Это система, которая задействовала громадное число людей и очень большие материальные ресурсы в строительстве тесно связанной, высокоэффективной машины, которые осуществляют военные, дипломатические, разведывательные, экономические, научные и политические операции. Эти приготовления скрыты, они не преданы огласке, их ошибки хранятся, они пестреют на заголовках газет, их диссиденты хранят молчание, они занимаются восхвалением. Вопросы о денежных затратах не задаются, слухи не печатаются, тайны не раскрываются. Официальное признание звезды Давида и решение принять этот символ для флага Израиля, возмутило многих евреев, которые поняли, что это не звезда Давида, а символ гексограммы. Это символ, который использовался в древних мистических религиях и многие антисионистские евреи с тех пор стали участвовать в ежегодных церемониях сжигания флага. Именно в библейской фигуре Соломона мы можем проследить истинное происхождение шестиконечной звезды или гексограммы. Соломон называл ее звездой-талисманом Сатурна или то, что стало известно как печать Соломона. Как мы видим, круг заключен в шестиконечную звезду и окружен буквами, составляющими имя Римфан – планетарного гения Сатурна. В алфавите Мэйдзи шар символизирует поклонение Молуху, которое мы вскоре рассмотрим. Но сначала нам нужно изучить два отрывка из Библии, дающие более подробную информацию о Соломоне. Но царь Соломон любил многих чужеземных женщин, а также дочь фараона – женщин Муавитов, Аммонитов, Эдомитов, Сидонанов и Хетов. Из народов, о которых Господь сказал сынам, Израилевым, вы не должны вступать в брак с ними, а они с вами. Несомненно, они отвернут ваши сердца вслед за своими богами. Соломон припал к их любви, и у него было 700 жен, принцесс и 300 наложниц, и его жены отвернули его сердце. Ибо так было, когда Соломон был стар, что его жены обратили его сердце вслед за другими богами. И сердце его не было предано Господу Богу своему, как было сердце Давида, отца его. Ибо Соломон пошел за Аштурет, богиней Сидонян, и за Милхам, мерзостью Аммонитян. Аштурет здесь – это женщина-богиня, та же, что Иштар в Вавилоне, Исида в Египте. Римляне называли ее Диана, а греки – Артемида, и символ ее Венера. Милхам здесь – это бог мужского пола, происходит от слова царь или Баал. Это тот же бог, который упоминается как Молох, или Нимрат в Вавилоне, или Осирис в Египте. Символ Баал – Сатурн, в греческой культуре описывается как Зевс, в римской культуре – как Юпитер. Как ясно из этого отрывка, Соломон влюбился в египетских женщин и начал поклоняться этим ложным богам. Два других отрывка из Библии прямо ссылаются на символ звезды или печать Соломона, или талисман Сатурна. Но вы несли скинию вашего Молоха и Ишиана на ваших изображениях, звезду вашего бога, которую вы сделали для себя. В другом отрывке, незадолго до того, как евреи забили его камнями до смерти, Стефан обвинил еврейских лидеров. И вы приняли шатер Молоха и звезду вашего бога и фигурки, которые вы сделали, чтобы поклоняться ему. Как вы видите, эта звезда в Библии напрямую соотносится с Молохом. Римфан – другое слово для Сатурна. Если вы рассмотрите геометрию звезды, то поймете, что она состоит из шести точек, образующих шесть равносторонних треугольников, а внутренняя часть образует шестигранный шестиугольник. Шесть точек, шесть треугольников, шесть сторон шестиугольника – это 666 – конкретное число, которое в Библии обозначает как знак зверя или число Люцифера. Как говорится в откровении Вот в чем мудрость. Пусть имеющий разумение сосчитает число зверя, ибо это число человека, и его число равно 666. Библия конкретно связывает Соломона с этим числом. Теперь вес золота, который пришел к Соломону за один год, составил 666 талантов золота. В Библии конкретно говорится, что именно Соломон использовал звезду, а не Давид. На самом деле нет никаких доказательств того, что Давид когда-либо был связан со звездой. Мы видели, как в масонство произошло проникновение и захват программой иллюминатов Ротшильда. Альберт Пайк был масоном в 1800 годы и вот, что он сказал о тайных обществах. Масонство – это поиск света, который ведет нас прямо назад, как вы видите, к Каббале. Каббала – это ключ к оккультным наукам. Истинная философия, известная и практикуемая Соломоном является основой, на которой базируется масонство. Не только сам Альберт Пайк раскрывает связи между масонством, Соломоном и Каббалой. Символизм масонства и иллюминатов все время пересекался с темой Сатурна и нумерологией числа 666. Вы видите, что Пайк на самом деле здесь имеет в виду оккультные практики Соломона, которые восходят к древнему Египту и Вавилону, и которые тайно поклоняются Богу Сатурну, иначе известному как Молох или Баал или Нимрод. В 2012 году НАСА опубликовало еще одно CGI изображение, на этот раз северного полюса Сатурна. Помимо того, что это выглядит абсурдно и фальшиво, оно представляет миру то, что называется шестиугольником Сатурна. Как вы можете видеть, при соединении линий внутри шестигранного шестиугольника, он сначала происходит другие формы. Сначала куб, соединяя 3 линии, а затем шестиконечную звезду или гексограмму, соединяя 6 линий Изучая слово Кабала, я скоро понял, что Каба в переводе с арабского означает куб, Алла означает Бог, поэтому дословный перевод Кабала на арабском языке означает кубический Бог А потом меня осенило, где я видел куб раньше. На самом деле, я видел его везде. Вот куб или Кааба в Мекке, который является частью мусульманского поклонения. Как вы можете видеть, те, кто поклоняется в форме куба, образуют круги вокруг него, похожие на кольца Сатурна. Вот ортодоксальные евреи в своей утренней молитве используют тфелин, или черный куб со свитками внутри, прикрепленные к лбу. Вот папа римский с шестиконечной звездой на голове Интересно, что если вы возьмете двумерную форму распятия и начнете складывать его в трехмерную форму, получится куб. В индуизме эта гексограмма была более известна как Шакон – это союз с Шивой, представляющего мужчину, и Шакти – женщины. Индусы также называют Шиву, Кабалой и Швара – повелителем Кабалы. И знаете ли вы, что повсюду в мире стоят огромные монументы и черный куб? Вот мемориал 911 сверху – перевернутый черный куб внутри другого перевернутого черного куба. Кроме того, символика Сатурна характерна не только для религий и памятников. Даже будни так называемого атеиста изобилуют символикой Сатурна. И это не ограничивается только самим кубом или звездой – кольца Сатурна населяют наш повседневный мир. Мы все живем символикой Сатурна, даже не осознавая этого. Символ Сатурна неотделим от числа 6. Сатурн – шестая планета от Солнца в гелиоцентрической модели, а также Сатурдей – субботний день – это шестой день недели. Если вы внимательно присмотритесь к масонскому символу, то увидите, что на самом деле это сломанная шестизвездочная гексограмма. Если вы сложите буквы в слово масон на однодолларовой купюре, то получите шестиконечную гексограмму со всевидящим оком или глазом гора, специально выделенным. Сатурн также стал неразрывно связан с сатаной или юцифером. Как пишет Менли Хоу, Сатурн также ассоциировался с сатаной и это по многим причинам. Во-первых, многие авторы утверждают, что слово сатана происходит от слова Сатурн. Во-вторых, Сатурн ассоциируется с черным цветом вместе с сатаной. В-третьих, древние считали Сатурн самой удаленной планетой от Солнца, где последнее ассоциировалось с принципами добра. Следовательно, Сатурн – это небесное тело, которое в меньшей степени подвержено божественному свету Солнца и, следовательно, связано с холодностью и принципами зла. Наконец, великий бог Пан – рогатое божество представляло Сатурна в древнем язычестве. Это получеловек, полукозел считается предком наших современных изображений сатаны. Пан был составным существом, верхняя его часть, за исключением рогов, была человеческой, а нижняя в форме козла. Трубы Пана символизируют гармонию сфер, а сам бог является символом Сатурна, потому что эта планета восседает на троне козерога, эмблемой которой является козел. Языческий Пан также имеет и другие обличия, такие как Бафомет – полукозел, получеловек. Он также ассоциируется с сатаной или Молохом. Подобно Сатурну, символика масонов и иллюминатов распространялась во всем нашем обществе в виде корпоративных логотипов. И, как сказал Альберт Пайк, масонство является следствием философии Соломона, он также неотделим от символики сатанизма. Здесь одни из самых узнаваемых логотипов, с которыми мы сталкиваемся сегодня в нашем обществе – ребрединг старых масонских символизмов и акцент на 666. 666 или знак зверя появляется во всей корпоративной символике. Например, всемирная паутина или WWW в еврейской гематрии – это 666. Это также используется для логотипа энергетических напитков Монсте. Это также повторяющийся мотив наряду со всевидящим оком. Многие знаменитости и политики были сфотографированы, делая знак 3 шестерки вокруг глаза. В форме знака 6 и 3 пальца означает «свободный счет» или другими словами 666. Захария в главе 11.17 конкретно упоминает о глазе как деформации от Бога и поклонения сатане. Горе идолу пастырю, оставляющему стадо, меч будет на его руке и на его правом глазу. Его рука будет чисто иссушенной и его правый глаз совершенно потемнеет. Мы снова видим, как известные люди закрывают один глаз жестом, отдающим дань уважения глазу гора, всевидящему оку и затемненному правому глазу сатаны. Мы также видим, как многие делают такой жест, представляющий сатану. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Символизм присутствует буквально везде. Например, почему зал Ватикана выглядит, как голова змеи и что это за темные фигуры за троном? Почему телескоп Ватикана называется Люцифер? Я бы мог продолжать и продолжать об этом изобилии сатанинских символов Сатурна в нашей культуре, начиная с египетских памятников, заканчивая тайными жестами, такими, как обет молчания и масонская скрытая рука. Но я думаю, ты понял в чем дело. Есть огромное количество информации и ты можешь привести свое собственное исследование. В этом видео представлен только очень базовый обзор этого типа символики. Это сбивает с толку, потому что один и тот же символ Сатурна или сатаны продолжает появляться в разные эпохи, культуры и под разными масками. Подобно тому, как Бауэр сменил свою фамилию на Ротшильд, поклонение Сатурну претерпело так много различных итераций и изменений, что становится трудно отследить, и я чувствую, что это сделано намеренно. И вот в чем суть. Ротшильды добиваются с помощью своих централизованных банковских операций и кабалы иллюминатов установления всех контролируемых лидеров во всех отраслях, таких как ископаемые, топливо, здравоохранение и образование. Это тщательно замаскированная и виртуозно выполненная форма проникновения. Они контролировали наш доступ к знаниям с самого начала. Музей естествознания в Тринге принадлежал второму барону Ротшильду и располагался в доме семьи Ротшильда. Лига наций организовала создание музея естественной истории. Ротшильд Лимитед – частная семейная инвестиционная компания, основанная Эвелином Д. Ротшильдом и Лин Форестер Ротшильд, контролирует разные глобальные инвестиции. В настоящее время компания имеет интересы в сфере медиа, недвижимости, сельского хозяйства и предметов роскоши. Обладая предыдущими значительными позициями в области финансовых услуг, технологий и коммуникаций, они даже владеют 70% метеорологического центра и всеми коммуникациями. На сегодняшний день Ротшильды владеют более чем 160 центральными банками и контролируют финансы большинства стран на земле. В 2000 году было всего несколько стран, в которых не было централизованно установленных банков. Любая нация, которая сопротивляется их желанию контролировать, обычно демонизируется через СМИ или ее бомбят под предлогом войны или терроризма. И это начинает иметь смысл. Как мы видели в предыдущем эпизоде, все войны намеренно разыгрываются, как и вся политика. Противостоящие силы левых и правых – это театр, создающий иллюзию выбора. Все они являются игроками на мировой арене, чья автономия и реальная власть ограничены элитными силами, такими как Ротшильды. То же самое относится к продуктам корпораций и средствам массовой информации. Иллюзия выбора, когда на самом деле все они принадлежат одной и той же вершине пирамиды компаний, которые находятся в карманах элиты Ротшильда. Вы можете обнаружить это сами, просто следуя за деньгами. Основная цель Кабалы иллюминатов – установить новос ордос и клорум, как указано на однодолларовой купюре, что означает новый порядок веков или новый мировой порядок. Повестка дня этого порядка заключается в создании глобального единого мирового правительства. С мировой военной, централизованной банковской системой, здравоохранением, образованием и религией. Здесь вы можете увидеть бывшего президента Израиля Шимона Перриса – марионетку Ротшильда на встрече с Папой Римским для обсуждения объединений всех религий в рамках одной мировой религии. И я могу поспорить, что единая мировая религия будет носить символ Сатурна. Опять же, я не буду вдаваться в подробности о глобализме и повестке дня нового мирового порядка. В интернете есть множество материалов, если вам интересно. Ротшильды и Рокфеллеры – всего лишь одна из многих элитных кабала семей, которые правят нашим миром. Воздав должное сложности этого, нам потребовалась бы целая серия видео. Моя основная задача – дать вам краткий обзор комплексной силы Ротшильдов, их власти над нашим миром и как построена сатанинская символика, проистекающая из этого силового комплекса. Это ключ к пониманию лжи, лежащей в основе гелиоцентрической модели земли и почему они намеренно скрывают, что наша земля представляет собой плоский диск. Несмотря на то, что сегодня каббала изучается и используется различными еврейскими сектами, она не является исключительно еврейской. У нас есть связи, выходящие за рамки иудаизма. Еврейский мистицизм возникал у отступников израильтян, а также в древнем Египте. Во времена змеиных религий аммонитов, всех хананаитов и египтян, восходящих к Вавилону. И как я вам уже показал, это очевидный символизм. Означает ли это, что ортодоксальные евреи каббалы тайно поклоняются Сатурну или сатане? Нет. Чего успешно достигли Ротшильды и их марионетки – это всемирное поклонение Сатурну или сатане в его различных обличиях путем обмана и проникновения без ведома всего мира. Я не предполагаю, что евреи в целом поклонялись сатане, особенно в их изучении каббалы. Я также не предполагаю, что мусульмане в своей молитве к Каабе или католике, посещающие Ватикан, являются сатанистами. Я показываю вам, что сами того не зная, мы все каким-то образом отдаем свою энергию и поклоняемся этой сатанинской линии, не осознавая этого, даже если вы атеист. Черный куб или кольца Сатурна настолько распространены в нашей жизни, что вы можете носить одежду с их символикой, даже не осознавая этого. Сейчас важно вернуться к большому взрыву. Как я упоминал в предыдущем эпизоде, Каббала и Эйн Соф дают нам два вывода. Либо большой взрыв доказал Каббалу и ее учения, либо теория большого взрыва была украдена из каббалы. Но, как вы видите, возможно, за всем этим стоит еще более зловещий вывод. Возможно. Просто возможно. Современные каббалисты или, более конкретно, сатанинский комплекс масонства иллюминатов придумали способ навязать свои убеждения другим, переименовав свои взгляды в науку. Возможно, что атеизм – это вовсе не атеизм, а обманчивая форма поклонения сатане Сатурну, которая побуждает людей отказаться от идей Бога и творения, и принять нигилизм – случайность или идею небытия. И достигается это ничем иным, как широко распространенным институциональным контролем и проникновением в науку через Рокфеллеров, Ротшильдов и других марионеток. И когда ты встречаешь противодействие – это позор со стороны так называемого научного сообщества. В двух словах – атеизм узаконил совпадение. Все центральные научные деятели поддерживали гелиоцентрическую модель и теорию большого взрыва. Вот фотография сиониста Альберта Эйнштейна на обеде у лорда Ротшильда. Исаак Ньютон был масоном и очень интересовался оккультизмом. Все крупные подставные лица и астронавты НАСА являются масонами и открыто демонстрируют это, так же, как и Нил де Грайс Тайсон. Существует организация под названием Антидеформационная лига, которая служит инструментом, чтобы попытаться убедить всех в том, что любое упоминание Ротшильдов и их союзников – это антисемистская атака на евреев, которая придает исторический вес организованной Ротшильдами Холокост, а также контролируемый медиа комплексом Ротшильда Рокфеллера. Все СМИ можно проследить до их контроля. Как заявил Дэвид Рокфиллер на Бильдербергской конференции в 1991 году, мы благодарны Вашингтон пост, Нью Йорк Таймс, журналу Тайм и другим замечательным изданиям, директора которых посещали наши встречи и придерживались конфиденциальности в течение 40 лет. Для нас было бы невозможно разработать наш план для всего мира, если бы в те годы мы подвергались огням гласности. Но сейчас мир стал более изощренным и готовым идти к мировому правительству – высшему естественному суверенитету государства. Высшеестественный суверенитет интеллектуального лидера и мировых банкиров, безусловно предпочтительней национального самоопределения, практиковавшегося в прошлые века. Официальное контролируемое повествование гласит, что Ротшильды – евреи, они не сатанисты. Сатанизм – это скрытая религия, которая правит миром и его присутствие настолько распространено и коварно вплетено в ткань нашей повседневной жизни, что это шокирует. Их метод контроля в первую очередь сосредоточен на обмане. Как говорится в той фразе Массада – путем обмана ты должен вести войну. И я хочу, чтобы ты действительно обратил внимание на это. Представьте, что вы настолько сильны, что буквально владеете большинством стран на Земле и большей частью мирового БВП. И если бы у вас была своя повестка дня – есть ли что-то, что могло помешать вам? Смогут ли люди, обладающие властью или славой, выступить против вас без ужасных последствий? Действительно, подумайте о таком богатстве и власти. Становится все более и более очевидным, что мы были обмануты в отношении истинной природы нашей Земли. И я понимаю, что то, что я говорю, наверное, для вас звучит так же нелепо, как когда я впервые сказал, что Земля плоская. И я знаю, что вы на грани того, чтобы выключить это и списать все на теорию заговора, как мусор. Но посвольте мне сказать вам, что заговоры реальны – это отсутствие доказательств делает их теориями заговора. Оставайся со мной. Как я уже сказал, нельзя говорить людям правду, вы должны показать им. Не верьте мне на слово. Я могу не просто утверждать, что существует так называемая элита, которой поклоняются сатане и действовали все это время, обманывая простых людей относительно истинной природы мира, а что они полностью контролируют всю информацию, которую мы получаем. Распространенная сатанинская символика и история Ротшильда не являются достаточным доказательством. В доказательство того, что сатанизм реален, мне нужно показать вам истинное зло такого поклонения, прежде чем я покажу вам, что они прикрывают НАСА. Пойдем со мной в седьмую часть. Мы почти прошли через эту кроличью нору. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова